всем привет народ ну что сегодня мы с вами обсудим наверное один из важных вопросов в игре которым задаются многие новички как играть в war thunder без доната но прежде чем приступить подробному разбору способов и вариантов я сделаю небольшое отступление с пояснением нашей игре не так давно стукнуло 10 лет и в течение всего этого времени и я была является до сих пор условно бесплатным то есть для того чтобы начать играть в туре и не надо покупать но при этом в игре есть донат который так или иначе упрощает процесс прокачки и фарма и вот благодаря этому донату игра живет и развивается в течение всех этих десяти лет поэтому я чисто игра не понимаю игроков которые плачут что игра стала донатной помойкой и все такое такое ощущение что игроки которые подобное заявляют откровенно говоря не понимают за счет чего живет и я ведь нужно не только платить зарплату сотрудника но также платить налоги аренду за помещение за сервера плата за электричество и так далее и тому подобное тому же нужно помнить что любая онлайн игра да и в принципе любая игра это бизнес если он не будет приносить прибыль то в нем нужно либо что-то менять либо от него избавляться и судя потому что игра протянула более 10 лет до сих пор успешно находится на плаву и прибавляют в онлайне то значит этот бизнес вполне успешен его продолжают поддерживать и развивать если бы игра была лайтовой в прокачке или в плане доходности серебра и у игроков бы не было скажем так стимула для доната то игра если бы не загнулась то точно бы развивалась очень и очень медленно что опять же не из хорошо вот и получается что для успешного развития проекта нужно чтобы игра имела не только большой онлайн но также и чтобы игроки донатили и поддерживали игру именно поэтому разработчиками затеваться всевозможные и ивенты марафоны и тому подобное которые и способствуют как увеличению онлайна так и увеличению донатов в игру но эти же ивенты дают возможность игрокам которые не имеют лишних средств задонатить либо донатят но весьма скромной суммой получить крем технику на халяву и вот обо всем этом и пойдет сегодня речь что и как нужно сделать для того чтобы у тебя была колда на аккаунте крем и возможность приобрести крем технику при этом не потратив ни копейки в игру если эта информация для вас интересно то поддержите это видео пальцы вверх но и на канал тоже подписывайтесь возможно эта информация для некоторых игроков которые уже давно играют в тундру будет известна но для новичков я думаю она точно будет полезна и начать стоит с самого начала а именно с регистрации аккаунта и нужно делать это не через официальный сайт игры а поискать реферальные ссылочки блогеров которые рекламировали тундру думаю среди ваших любимых блогеров точно найдется таких парочка почему именно такой способ все просто регистрируя новый аккаунт через подобные ссылки вы получаете гораздо больше бонусов на старте нежели через обычную регистрацию на сайте вместо трех дней прямо вам будет доступна аж целая неделя плюсом вы получаете 500 тысяч серебра 3 прям техники первого ранга помимо этого вам дают в на неделю немецкие танки пз 3 штук 42 г и sdkfz 234 дробь 2 к ним же добавочно даются на каждый танк по 10 дублеров ну и напоследок вам дают еще 50 процентный бустер как на опыт так и на серебро согласитесь это неплохой бонус для новичка есть мысль немного заморочиться ради таких плюшек идем дальше сейчас в каждой онлайновой игре есть боевой пропуск выполняя который вы получаете все возможные награды и тундра тоже не исключение в ней тоже он есть который также нашпигован всякими плюшками начиная от всяких декалей и заканчивая прям техникой но для того чтобы иметь возможность получить все награды нужно купить этот боевой пропуск а он стоит 2000 орлов что не очень подходит для некоторых игроков да в нем есть возможность прокачивать его бесплатно но тогда вы не сможете получить самые жирные награды но особо огорчаться не стоит ибо даже в бесплатном варианте имеется возможность получить некоторые плюшки которые в последующем вы можете продать на бирже и на этом возможности заполучить себя на халяву прям танчики или самолетик в игре не заканчиваются в игре кроме боевого пропуска есть магазин военных облигаций которые привязаны к боевому пропуску здесь вы можете за эти облигации приобрести ранее введенные в игру танчики и самолетики но не такого высокого уровня максимум третий ранг но на этих рангах уже можно неплохо начинать фармить серебро и быстренько прокачать начальные ранги помимо прочего также в магазине можно купить и дублеры и усилитель и даже талисманы на технику но для того чтобы иметь возможность все это покупать нужно прокачивать уровень магазина а для этого нужно повышать уровни боевого пропуска для которых нужно выполнять ежедневные задачи и испытания и если ежедневки выполняются довольно просто то вот над особыми задачами и испытаниями придется немного попотеть но очков дают за них гораздо больше в общем для выполнения этих задач вам придется потрудиться и провести в игре довольно много времени но нужно также помнить что для выполнения испытаний и задач марафонов требуется наличие у игрека техники третьего ранга и если раньше с этим были проблемы у новичков то и сейчас с этим проблем нет так как можно купить начальную технику израиля а ветка у них начинается с четвертого ранга ну и последняя возможность получить технику на халяву это марафоны которые проходят один раз в сезон летний и зимний это обычные марафоны в которых нужно выполнять задачи и получать звезды весенний и осенний это марафоны конструктора но сути это не меня длятся они в районе там по моему двух недель и главным призом там является танки самолеты и корабли 5 6 и 7 и рангов вот эту технику в основном продают на бирже ибо она зачастую не является прямо ее проще продать на бирже за гайджин коины а потом уже на вырученные средства купить себе и голду или премиум аккаунт или другую прям технику которая вам приглянулась при этом не потратив ни копейки из своих кровно заработанных на этом основные способы для получения техники на халяву заканчиваются хотя может я чего-то и забыл и если да то в комментах можете упомянуть еще какие-нибудь варианты или способ которых я забыл а а теперь перейдем к еще парочке вариантов благодаря которым можно немножечко подзаработать голды для одного из них нужно зайти на официальную страницу игры в вк и подписаться на и группу там разрабы частенько проводят всякие небольшие конкурсы для игроков первый это придумать смешную подпись для фотографий и 2 это повторить момент из фотографии в игре и скинуть скриншот уже в группу победителям накидывают по моему до 500 орлов следующий вариант более геморройный там нужно устанавливать приложение золотых орлов на телефон и выполняя там простенькие задачки можно подфарить немножечко голды которую потом можно потратить на обучение экипажей к примеру и самый крайний вариант для тех у кого есть друзья и которым тоже может быть интересно тундра это дать им зарегистрироваться по вашей пригласительной ссылке и при достижении ими определенных ступеней вам будут начисляться награды к примеру если вдруг прокачаться до 7 ранга авиации или наземки и купить ее то вам начислят две с половиной тысячи орлов что согласитесь приятно но это процесс не быстрый что же на этом все мои известные способы закончились большинство из них требует от вас довольно большого количества свободного времени особенно если вы новичок и еще толком не разобрались что к чему но все эти способы не требуют от вас денежных средств но помните бесплатный сир бывает только в мышеловке и за все приходится так или иначе платить только у всего своя цена и на чем лучше сэкономить решать только вам надеюсь мое видео будет полезным для новичков и не только если она действительно таковым является то поддержите его пальцем вверх но и на канал тоже подписывайтесь если я что-то упустил то пишите в комментариях и делитесь своим мнением за 7 я с вами прощаюсь всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока